драгоценные приветствую вас в это благословенное утро вместе с моим сыном а потом я передам ему все то что он также хочет передать вас поэтому сегодня эфир у нас отец с сыном аллилуйя благословен и утро и вчера только олег меня встретил с кузбасса я прилетел 10 дней был да приветствую вас драгоценные первые участники аллилуйя не знаю в каком регион не спится поэтому вчера меня сын встретил с кузбасса прилетел и немного побыли дома опять рано утром едем благословенный город астрахань и там будет конференция которая называется юбилейный шафар поэтому будем трубить в шафар аллилуйя и я верю что бог раскроет просто эти папки или папку где пророческие просто мы высвободим эти три благословенных звука которые издает этот пророческий инструмент и вот знаете что я хочу сказать как бы обобщить поставить под общий знаменатель а вот именно ту поездку в которой я был в городе белого просто хочется это передать я верю что это кому-то будет важно это номер один неожиданно бог повел значит в теме прощения и драгоценные я просто потом вот приехали вот разговаривали с сыном и просто смотрю одно другое событие одни третьи четвертые и Продолжение следует... 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 Стоять и дрожать Народ израильский, он получил слово от Господа и даже имел проводника для исполнения этого слова, это Моисея. И двинувшись даже по слову от Господа, они не смогли дойти до определенного такого финиша в этих отношениях, потому что не имели, но вот именно страх им не дал. Потому что вот это смущение, вот это сомнение, недоверие к Господу, недоверие даже в том слове, которое Бог изначально сказал, что ты переправишься на ту сторону, что вы придете в землю обетованную. Что все пророческие слова, которые были сказаны, прежде чем вы что-то начали, обязательно они исполнятся. Потому что не просто так Господь все это дал. И в конечном итоге они закончили очень плохо. Поэтому во имя Иисуса Христа я изгоняю из нашей жизни всякий страх. Я молюсь тех, у кого есть страх, какая-то неуверенность, какое-то смущение во имя Иисуса Христа. Он во имя Иисуса Христа и силу Духа Святого. Все то, как Господь повел, Он доведет тебя до конца. Потому что Он, начавший делать доброе дело, закончит его до конца во имя Иисуса Христа. Поэтому вот эти два слова. С одной стороны, вот то, что нам мешает, открывает нашу дверь двигаться в совершенной воле Господней. Это не прощение, а раз. Второй момент. Это страх, который просто парализует нашу душу, парализует нашу волю, который держит нас пленом вон из всякого плена во имя Иисуса Христа. Ну и третий момент, которым бы я хотел еще поделиться. Я заметил, как вот в этой поездке, когда мы с вами начинаем фокусироваться на исцелении, то вы знаете, я просто заметил, что больше... Ты начинаешь больше воскладывать рук на больных, ты начинаешь видеть больше исцеления, больше свидетельств, которые ты слышишь от людей. Потому что часто бывает, мы, как бы сказать, либо запроповедовались, либо имеем какую-то, ну не знаю, доктрину того, что не стоит там, как бы сказать, людей баловать или разбаловать в этих отношениях. Пускай сами ищут Господа, но Господь как бы отвечал на вызовы, когда люди приходили к Нему, кроме вот того, что Он сказал, что все-таки, когда вы идете за мной и хотите получить исцеление, не забывайте о том, что нужно есть плоть мою и пить кровь мою. Потому что Господь не против исцеления, но для того, чтобы стоять в этом исцелении, удержать вот это исцеление, мы должны находиться в присутствии Господа, кушать Его плод, пить Его кровь, то есть находиться в жизни вечно, аллилуйя. Слава Господу Богу. Поэтому, ну я ободряю каждого из вас, кто будет слушать наш эфир, чтобы вы не забывали о том, что кроме проповеди слова, Господь хочет, чтобы мы еще служили людям и демонстрировали дары Духа Святого, демонстрировали чудеса в нашей жизни для того, чтобы поднять себя, а для того, что людям больно, людям плохо, люди нуждаются во всем том, что Господь приготовил для них. Слава Господу Богу. Поэтому три вещи, которые я хотел сказать в это утро. Дорогие, прощение, простите всех, отпустите всех из плена, аллилуйя, и сами освободитесь от тех истязателей, которые написаны именно в той притче, о которой Господь говорил, когда царь, он, значит, взял своего должника и отдал его истязателям. Потому что если ты хочешь освободиться от этих истязателей, от бесов в твоей жизни, то отпусти людей из плена, и ты также освободишь себя. Поэтому номер один прощение. Второе. Во имя Иисуса Христа тебе не дан дух страха, но дух силы, любви и целомудрия. И поэтому чего ты боишься? Смерти боишься. Так после смерти мы пойдем на небеса. Чего ты боишься? Тюрьмы боишься. Но и в тюрьме можно проповедовать Слово Божие. Поэтому чего нам бояться? Поэтому дьявол обезоружен во имя Иисуса Христа. Обезоружен во всяком том страхе, который он посылает на нас. И третье. Дорогие, вот у меня, то, что я вот в Белово был, я заметил, что фокусируясь на служении и исцелении, мы с вами больше молимся за исцеление и больше видим чудес, знамений и свидетельств от людей, которые нуждаются во всем этом. Слава Господу Богу! Ну вот передам микрофон моему сыну. Аллилуйя! Поделись тем, что есть у тебя на сердце в это утро. Слава Богу, да, пастор говорил про исцеление. Я вообще лежал в больнице до того момента, пока он не вернулся из поездки. Поэтому сила исцеления, она, знаете, она действует. И все, сегодня я верю, что это день выписки. Мы сейчас отвезем его в аэропорт, в Астрахани. Аллилуйя! На самом деле, прощение, оно же в чем? Прощение – это любовь. Любовь – это выражение любви Божьей. И вот знаете, это такое сильное прощение, это прямо оружие любви. Потому что, когда мы прощаем людей, Бог начинает работать в первую очередь с нашим, это с нашим сердцем работает. И его милость, милость исцеления, знаете, как просто когда Господь, Он вынимает из наших сердец какие-то отравленные стрелы, которые были запущены туда врагом. И чтобы благодаря этому непрощению, да, грех человека продолжал жить в твоем сердце. Но Господь сегодня вынимает все стрелы во имя Иисуса Христа. Огорчение, боли, трагедии из сердец своих детей во имя Иисуса Христа. И накладывает пластырь любви, пластырь милости. Аллилуйя! И просто это удивительно, когда мы на самом деле, пастор говорил о том, что мы умерли, чтобы мы не берегли свою душу, да. И вот страх, это как такая самозащита, чтобы сберечь свою душу, понимаешь. Страх, он тебя держит, если вы заметите, когда вы боитесь, страх держит тебя в состоянии такой безопасности, чтобы тебе быть в укромном таком уголке, где бы ты был защищен и сохранен, и ничего с тобой не случилось. Но на самом деле вот это и есть самое опасное место. Там, где ты тухнешь, там, где ты просто теряешь энергию, теряешь силы и начинаешь болеть в этом безопасном месте. Поэтому будь там, где река жизни. Как написано в книге Откровения, сегодня мы молились перед началом эфира. В книге Откровения написано, что из-под престола Бога Ягенса течет река жизни. И мы молимся, чтобы река жизни, она текла сейчас в вашем городе, в вашей ситуации. И чтобы эта река жизни, она выводила вас из этого состояния самозащиты своей души в безопасном, в комфортном уголочке во имя Иисуса Христа. Чтобы вы потекли в этих водах реки жизни, которая течет с небес и просто были в этом Божьем движении сегодня днем во имя Иисуса Христа. Вот так. И написано, что по берегам этой реки, реки жизни, растут деревья, листья которых для врачевания болезней. И пусть во имя Иисуса Христа на небесах нет болезней, но там растут деревья для исцеления. Аллилуйя. Поэтому во имя Иисуса Христа используйте эти листья, используйте эту реку жизни. И на самом деле, когда на днях просто, я говорю, Господи, а ты о чем хочешь, и Бог говорит, молись о том, чтобы река жизни, она текла. И вы знаете, пусть река жизни прямо с небес, она течет в вашу жизнь. И даже если обстоятельства говорят о какой-то смерти или о каком-то унынии, и они терроризируют вас обстоятельства, то есть независимый источник, он всегда источник в победе от престола Бога. Это река жизни во имя Иисуса Христа, которая прямо с небес сейчас, и ее никто и ничто не может остановить. И она течет прямо в ваш дух. Поэтому молитесь на иных языках, высвобождайте эту реку жизни. И сегодня, когда я еще не успел проснуться и открыть глаза, чтобы повезти пастора в аэропорт, Дух Святой так тихо-тихо стал проповедовать моему сердцу о том, что если ты чувствуешь страх, если ты чувствуешь где-то, понимаете, вызов твоей силе, где-то слабость, то это как раз говорит о том, что я хочу сделать тебя сильным, я хочу сделать тебя смелым, я хочу укрепить тебя, я хочу дать тебе новые навыки, говорит Господь, понимаете. И пусть то, что может терроризировать от дьявола вас сегодня утром, наоборот, говорит о божьих обетованиях, которые проявятся в вашей жизни. И там, где дьявол показывает слабость, Господь говорит, я сделаю это сильной стороной твоей жизни во имя Иисуса. Аминь. Передаю слово. Аллилуйя. Слава Богу, драгоценное. И есть у нас время еще, пока мы не долетели до аэропорта. Значит, когда мы молились, вот утром ехали в машине, и, значит, такое, как бы сказать, проскочило, когда мы с сыном начали разговаривать о том, что бывает, когда начинаешь молиться за какую-то ситуацию, молиться за себя, и, значит, и Господь, Он, Господь, Он часто пере, значит, переводит молитву на то, чтобы молить, ну, как бы сказать, замечая, что в молитве как будто переносится, начинаешь молиться совсем за другие события, и начинаешь молиться, ну, к примеру, там, за других людей, не за то, за что начал изначально. И я, как бы, вот вспомнил такие вещи, во имя Иисуса Христа, телефон нормально, темновато маленько. Ну вот, и, значит, я просто вспомнил одну такую вещь вот к этой теме, что тогда, когда ты начинаешь за что-то молиться, доверяй Духу Святому, потому что иногда, как точка, и, значит, я не знаю, что это, когда ты начинаешь за что-то молиться, а драгоценная вот что-то со связью здесь перед аэропортом так не должно быть во имя иисуса христа могу поставить так вот и значит я был в городе сыктывкаре когда пришла такая новость значит у нас погиб один служитель в автокатастрофе и я так ну как бы сказать в таком смущении был потому что но человек служил и тут как бы сказать на молитву ехал и значит я стал задавать господу вопроса начал молиться за него молиться за его жену и вдруг замечаю что я уже начинаю молиться там за страны за народы короче и думал господи вот как бы ты использовал все эти вещи я молюсь совсем другое и все-таки я спросил господи но а как так почему все произошло и вот знаете а господь не стал мне отвечать на эти вещи потому что он знает что почему и как происходит а почему это случается но если господь не отвечает не отвечает но он ответил и в этой ситуации вот каким образом я помню что но этот брат он очень хотел служить быть пастырем и господь не просто сказал о том что а поспеши служить господу то есть поспеши служить там где я хочу тебя видеть поспеши служить там а куда я тебя направляю поспеши встать вот именно в ту волю которая а тебе от господа потому что мы не знаем что произойдет завтра мы и просто не знаем что может произойти просто в ближайшие события сегодня или какие-то ближайшие дни или месяцы и мы думаем что мы всегда успеем занять свое место а в служении заняться потому что вот еще раз повторю что займи свое место а в призвании от господа аллилуйя потому что не знаешь как все может быстро произойти ты можешь потерять свой шанс как бы сказать не выбрать правильный вызов и решение на том перекрестке дорог на которые на которые тебя поставил господь аллилуйя поэтому дорогие мое ободрение вам вот то что мы сегодня подняли поэтому давайте мы посмотрим на те слова которые мы с самого начала говорили прости всех а не бойся страха фокусируйся на служении господа в отношении исцеления другим людям и так же а займи свое место которое тебе от господа потому что время подготовки я верю закончилась и вот как бы заканчивая наш эфир все-таки напомню что несколько дней назад тут мы были в эфире а с моей женой с сыном с апостолом савка там он приглашал апостолов пастырей за этот круглый стол и было пророчество мне он не дал и сайт десятую главу двадцать седьмой стих он говорит на тебе помазание разрушение всякого ярма во имя иисуса христа аллилуйя как там написано тук разрушает всякое ярмо и в этих вещах он мне просто сказал о том что ожидай ожидай каждый день я просто для меня это такое слово как в деяниях первой главе ожидай и вот я каждое утро встаю с отождествением того что ожидай ожидай может быть что-то глобальное что придет в нашу страну в наш город или в твою личную жизнь поэтому я передаю во имя иисуса христа это слово с этого времени просто ожидай потому что а бывает вот это тихое вение ветра вот это духа святого она как раз направит тебя на то чтобы ты не пропустил вот именно то движение направления от господа который господь хочет совершить через тебя для того чтобы ты на самом деле стоял на правильном месте я молюсь во имя иисуса христа чтобы ты стоял в правильной позиции перед богом для того чтобы ты не только нашел свое призвание а встал свое призвание во имя иисуса христа потому что именно там этот дуг именно там вот это папа помазание который разрушили разрушить всякое ермо которое пришло может быть в твою жизнь или на твоих родственниках на твоих близких на тех людях которые рядом с тобой займи свое место в жизни и в служении будь благословен во имя отца сына и святого духа аминь 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 а